Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1943 году я получил значок «Отличник социалистического хозяйства». Приезжал к нам в деревню, село Борщовка, Томовский район, Томовский область, сам министр сельского хозяйства Бенедиктов. Молодцы. Это вот предвоенные годы. Нет, нет. Это я еще ворьюхали. Понятно. И во сколько вообще, вот, ну у вас ощущение войны, вот, надвигающиеся было, предвоенные годы, то, что вот скоро будет война? И вообще было что-то, какое-то вот ощущение, то, что скоро война начнется? 20 июня 1941 года я получил свидетельство о образовании 7 классов. А 22 июня объявили война. Вот, и все. Вы, можно сказать, практически после школы, да? После школы, что-то там. Все. Я еще и вопарк не брал, все, школа и война началась. Все. Что-то там, два дня. Понятно. Два дня. В 20-м получил аттестан, а 22-го июня война началась. А вот что вы думали о войне, вот, которая, вторая мировая, была уже в Европе, она уже, уже началась? Ну, ну, так слышали, что в деревне, так слышали. А так я, ну, что-то, что-то, что-то я окончил, а вот 16-17 год уже я, меня призвали в армию. А как вы узнали о начале войны? Ну, отец, сын уходили на фронт. С военкомата приезжали и поверстки разносили. И отец, сын были там, один отец и один сын. Вот вспомните тот день, когда вы узнали, что началась война, где вы были, что вы делали? В рабочевке, колхоз светлый путь, всего борщева. Я только 7 классов образования кончил. 7 класс закончил, а 20-го аттестат получил, что я 7 класс закончил. А в 22-го началась война. Вот всего два дня. А какая ваша была реакция? Ну какая реакция была? Ну какая там реакция? Ну война, война. Отца забрали, брат забрали, брат забрали. Вот мы остались сестренка и я, мать. Что вы думали тогда о причинах войны? Почему вот война началась? Вспомните свои воспоминания. Ничего я не вспомнил. Мужики как-то берутся в деревне, по-деревенски там разговаривали. А мы все, что мы думали, что мы думали. А слышали вы речь Молотова 22 июня 1941 года? Эта речь я, конечно, это я слушал, но теперь уже все прошло. Воспоминания. Слушали, это правильно. Это я помню. Какое вот впечатление произвели на вас тогда? Ну, немцы, ведь как немцы, это я сейчас расслуживаю. Немцы, они с нами все это сделали. Другой заключил они нападение и ей, а сами первые начали войну против Советского Союза. Ну вот тогда в Советской СССР говорили. Понятно. Расскажите о том, когда были призваны в действующую армию. Я был призван из своей деревни, из своего дома в 1943 году, 13 ноября. Повестка мне пришла на 12-й явиться в Табулский район команды, а я явился в 13-й. Вот второе вот. Четверо. Ну, с одной деревни. Они 12 ноября прижились в армию, они поправили их в Одессу. А я 13-й, и мы четверо тоже явились в 13-й сразу на Дальний Восток. Да. Вот такие. В каких сражениях и операциях вам пришлось принимать участие? Ну, мы 187-я стрелковая дивизия была, которой я служил на Дальнем Востоке. Вот в ней я и участвовал в войне против Японии. 187-я стрелковая дивизия. Вспомните один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов? Ну, я был в артиллерии. Пехота все брала сама. Все первоначальные бои. И там рвы, ничего там, блин, нажимы. Мы уже, как артиллеристы, мы уже была, как вторая, как говорится, волна. Первая пехота идет, а мы артиллерия, вторая война. Вторая война. Какое событие запомнилось вам, вот как радостное? Ух... 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 Вот в то время. Вот первый бой был, был в этой 187 стрелковой дивизии, мы углубились на 15 километров, станция пограничная была в Маджури. 15 километров от нашей границы, и вот она, сопка одну, 8 суток брали, не сражи могли, пока пришло орудие 203-миллиметровое. Вот и то они и убегли. У них был вот, это по рассказам я так не видел, у них станции пограничные, как в Маджури там назвать, а сопка была, как, ну, укрепленная. Японцы, у них подземный хор был, подземный хор, а всего 5 километров, подземный хор. На 5 лет было питание, залезено туда, ну, суть учеб какой-нибудь. Ну, понятно. Вот такие. И для вас это было вот радостным событием, то, что вы именно... Конечно, что вы взяли и вот этот сок. Умерло 8 суток, пока 203-миллиметровое не пришло, это орудие. Стал бомбить. А я был 76-й, чё тут? 200-й, а 76-й чё? А вот что было для вас, вот для ваших сослуживцев, фронтовиков, источником мужества, вот в то время? Вот тяжело же было. Ну, я понимаю, ну, солдат, чё я тогда понимал? Солдат есть солдат. Надо родину защищать. Сказать, берег тироков, пойдём кушать. А так я чё, ну, солдат, или чё, ну, солдат, первый год служил. Не первый год уже. Ну, чё, солдат есть солдат. Всё скажет, то вы, мы и сделали. А имеете ли вы нахрады? И какие, за какие заслуги? За победу над Японией, где есть беда, беда за боевые заслуги. А вот, я сейчас перевью, вот, а когда в колхозе работал, наградили отечественного сельского хозяйства. Это ещё до войны, да? Это первый мы получали в России награду. И вот он был, это вот, самый замечательный день в Борщовке. Борщовский сельский совет, там был с краем. А вот какая награда для вас особенно дорогая, и почему? За боевую заслуги. Самые дорогие. Понятно. Вот, с какими вы чувствами шли на войну? А с какими вы возвращались? Я понял. Вот с какими чувствами вы шли на войну? И с какими вы возвращались? Ну, Вот я в 43-м году, так, в 13-м, я говорил, в 43-м году, ну, меня призвали в это, нас увезли на Дальний Восток. А как я выиграл, ну, ну, как, вот, командир, скажешь, хорошо ли, плохо ли. Всё понятно, на дороге защищать. А война кончилась 3-го сентября. В 8-м, а вот что мы пошли, войну с Японией, а 3-го сентября война кончилась. Всё, мы победили Японию. Так, вот, как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Нет. Были ли сомнения в победе, что вот мы победим? Нет, я был молодой, я не могу, чтобы отступить. Понятно. И, соответственно, вы были в колхозе ещё? Да, в колхозе. До 43-го года, ведь вы с 43-го начали войну. Зашел мне значок от личных сельскохозяйцев. Это впервые. Расскажите о своих командирах, которые у вас были на войне. Кто из них больше всего запомнился и чем? Ой, сейчас я. Уже не вспомните? Нет. Кого вы и ваш товарищ? Вы можете не так. Вот, командующий 39-й армии, который стоял в Китае после войны, был генерал-полковник Белоборона. Потом он был командующим Московского военного ука Белоборона. Он попал в аварию, погибшим. Я всё так слышал. Каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Сталина? Ну, как бы. Ну, тогда пацаны были. Ну, чего 16-17 лет. За Родину застали на бой. Вот так было. Призыв такой был. Уважали? Да. За Родину застали. Вот на фронте были люди разных национальностей. По-вашему, что объединяло вот всех разных людей по национальности? Вот в нашей дивизии, в нашем полку все заедины. Никто не отступал. Все как один. Украинцы, русские, там, белорусы и казаки. Все заодно. Потому что я прокурор, некуда было отступать. Куда отступать? Понятно. Спасибо. Случались взаимные непонимания, конфликты на национальной почве? Ну, вы уже про это мне сказали. Мы все едины были. Понятно. Сейчас вот в армии эти, Узбеки, Таджики, мы все едины были. Угу. Верили ли в Бога до войны? Родился я, это мать рассказывает, как родился, когда меня окрестили в церкви. и так я крещеный с малых лет, со дня рождения крещеный. Тогда у нас в деревне церковь была своя. На фронте вот часто теперь сталкивались с тяжелым положением. Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину? Ну, мы, ну, мы, видите как, первые эшелоны в пехоту идут, а я в артиллерии был. Мы уже тут, как говорится, пехоты, все передние места за гола, а мы второй эшелон идем. Какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны ни шагу назад? В это время вы, наверное, еще не воевали. Я ни шагу назад это что с ним все навоевал. Как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? Ну, я в Китайбах. Ну, встречали я, я неплохо встречали нас. Расскажите о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? Ну, и я у меня трудностей не был. Я в артреле был. У меня трудностей не было. В 76-ти, потом 120-ти миллиметров и гермет. О! Того, а того. В какое время года было труднее воевать и почему? В какое время? Для милиции я все солдаты были. Как сказать? Конечно, командир Девильник команды сервий. У них людей было. А я солдат. А как вы оценивали нашу боевую технику? Наш боевую вот Ваш личное оружие чем оно было для вас на фронте? Винтовка выше меня. Туда автомата не было. А ведете? я метров семьдесят два призвал, так я сказал метров семьдесят два. А винтовка с штыком выше меня. Как вы отдыхали на войне в часы затишья? Где мы отдыхали? Военную всегда каждый день отдыхали. А какие-нибудь концерты проходили в фронтовых приходах? К нам приезжал Хабаровский ну как заходите Марва Васильевна она хочет показать эти анжелы она показала сейчас до конца вопрос про всех краевой ансамбль показывать ну песни петь танцевать ну ансамбль хабаровский не дверись она на тебя смотрит внимательно иди сюда Вика а была ли у вас любовь на войне? какая там любовь вы уже с женой встретились после войны да? кушать было самое главное кормили плохо самая мысль была покушать известие вот из дома когда и откуда вы писали домой что сообщали родным о себе? я сообщал живу хорошо обо мне не беспокоиться чтобы они не волновались все а вы были ранены? нет хорошо не было бог и навал так сталкивались ли вы с полученным по ленд-лизу танками самолетами автомобилями продовольствием где и когда? не понял ну то есть вот по наши как сказать наши союзники нам технику снабжали и сталкивались вы с этими оружиями? нет мы русские но не восточные а считаете вы что их помощь была своевременной и достаточной? голдовали как собаки покажена была помощь от американцев достаточной вам где и как вы встретили день побед 9 мая 1945 года? вот день победы я встретил где пришлали 300 рублей я был на станции Градекова а тут поезд пришел с Владивостока и сообщили что война окончилась но тут все ура и пошло и стрелять из оружия из оружия на всех вот такая была встреча вот какой фильм о войне по вашему мнению лучше всего передает атмосферу военных лет отношения между людьми? ну я сейчас и не скажу кофе так война с Японией вот как раз про то что вы и воевали с Японией мы все вопросы в основном здесь у нас про с 1941 а вы как раз вот у нас участник боевых действий с войной ну войну с Японией как вы оцениваете то что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией с Японией ну тут вы видите Япония собиралась они были в Китае уже в Китае были в Маньчжурии и когда война была с немцами японцы готовились напасть на на ну Россию социальную а вот когда мы стали побеждать японцы и не стали готовиться так чтобы на нас напасть а у них с Гитлером был друг как немцы там окончат японцы пойдут войной против России понятно спасибо но нету не получилось вы уже сказали то что вы принимали именно участие в войне с Японией и что запомнилось вот больше всего из военного периода освобождали холод холод да черный тут самое главное будем покушать и как воевать как покушать ну что воевать там давали покушать снабжение было плохое как вот вы восприняли победу над Японией ну ура как мы сразу тут сразу я был в учебном батальоне на младшем командира учили тут все победа а так там вышло от солдат откуда будет так вышло все понятно спасибо как вы думаете вот сейчас почему началась война с Японией а это пристание если мы немцы победим то с немцами они же стояли на границе на Дальнем Востоке возле нашей границы было было такой указ приказ там я не знаю как ликвидировать вот это ну как назвали петачок что японцы хотят взять Дальний Восток это это у них было ну как замыслы решение то есть что вам еще хочется рассказать и добавить ко всему сказанному не понял вот что вам еще хочется добавить ко всему сказанному здоровья всем солдатам и командирам почвам что бы вы хотели пожелать вот нашей молодежи сейчас наши молодежи надо учиться у пожилых старых фронтовиков как они воевали как вышли победители вот спасибо вам огромное то что согласились принять в этом участие не отказали нам спасибо вам так мне надо награды и сфотографировать это тебя вместе с ним давай давай хотите хочешь садись между ними как муж с женой там это покажи только вот короче а я ветеран тыла это тоже мы обходим но сейчас сначала про деда потом про бабку сейчас конкретно ветеран войны а потом это тебе принесла фотография вот значком его награжали смотрите в каком году ты поставь я просто нажму вот он в училище кончал училище в летке уже вот и вот это тебе надо вот где бы найти этот сталинец ведь он уже работал в колхозе они вошли ему эти годы в число вот пенсии в пенсии а эти документы не сохранились да документы где у него сохраняются колхозник колхозник родители старые фотографии вот военный билет его вот тут все указано и вот тут нужно подсчитать вот когда увольняли его вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok